Как известно, тишина должна быть в библиотеке. Но только не в этот раз и не в Татьянин день. В день студента здесь было непривычно шумно. К организации праздника подошли с фантазией. Сегодня у нас будет проведен набор на факультеты чего-то делания, на факультеты флешмобологии, на факультет приметоведения, а также симуляции и, если я не ошибаюсь, шпаргалкологии. Очень важный, я считаю, для каждого студента факультет. На входе в фойе всех гостей встречал большой баннер с логотипом вечеринки, у которого студенты толпились, чтобы успеть сделать селфи. Для дня студента мне казалось, что все-таки баннер должен быть современным. Поэтому я взяла подход от популярного Инстаграма и совместила его с нашими научеными, очень популярными. Это был и Ломоносов, и Эйнштейн, и Теслу мы добавили, сделали небольшие приписки из Инстаграма. Перед официальным открытием праздника молодые люди могли сыграть в популярные настольные игры, такие как «Мафия», «Дженго» и другие. А в импровизированном кафе можно было подкрепиться чисто студенческой пищей. Нет, наше столовое всегда все свежее, самое свежее. Яички недавно катались буквально, сосисочки бегали, горошек рос. По задумке организаторов, одной из идей было объединить эпохи студенчества конца 20 века и современных традиций. То, как развлекались студенты в прошлые годы, как развлекаются сейчас. И вот, надеюсь, некий такой вот коктейль получится, и он будет очень даже вкусным. Началась развлекательная программа. Студенты разделились на несколько факультетов. У каждого из них, как водится, был свой декан. Перед профессорами шпаргалкологии, симуляции и других вымышленных наук стояла задача подготовить своих учеников к экзаменам. Пока команды придумывали сценки, остальные делились своими впечатлениями от праздника. На празднике Дне студентов я первый раз, хотя уже третий год учусь. И это мне очень понравилось. Это реально такой зажигательный процесс, в котором собрались очень много разных студентов, разных профилей, и где можно поделиться разными идеями и разными, может быть, творческими направлениями. Чувствуется дух такого студенчества, закрытой сессии, очень чувствуется такой свободы некой. Чувствуешь себя каким-то взрослым или, наоборот, слишком маленьким. Чувствуешь, что студент, что вот тут же все сдал сессию, что экзамены закончены, и тут же можешь наконец-таки оторваться. Весело поиграть своими одногруппниками. Тем временем студенты готовы были представить свое домашнее задание, по итогам которого самым активным участникам были вручены термокружки и сертификат на поход в кафе. А завершился праздник дискотекой, на которой звучали как современные хиты, так и музыка, объединяющая несколько поколений. Дмитрий Книга, Владимир Андрианов, Евгений Садовский, Видное ТВ. Дмитрий Книга, Владимир Андрианов, Евгений Садовский, Видное ТВ.